добрый день дамы и господа всем привет от диты и солнечной осенней канады и хочу показать немножечко нашу осень еще я считаю что в канаде осень самая-самая красивая я нигде нигде ни в одной стране не видела осень такой необыкновенной красоты посмотрите какие краски это просто потрясающе мы когда в канаду приехали вот первый раз первая осень наша была в канаде я просто была потрясена действительно потрясена тем насколько красивая яркая и сочная осень в канаде это очень короткая пора к сожалению очень красивая но она очень быстро кончается и длится очень недолго вот переход из лета в зиму в канаде он продолжается может быть несколько недель когда вот становится вот так вот необыкновенно красиво в нашей стране в нашей провинции и очень-очень быстро эти листья и все улетают, облетают, и, в общем, наступает зима. Я хочу сказать, что, конечно, у меня такое двойственное чувство, я очень люблю осень, и это очень красивая, но очень грустная пора, потому что вот эта красота, она наступает, и буквально вот за несколько дней при сильном ветре эти листья просто облетают, и становятся деревья голые, все становится такое скучное, зимнее, не очень красивое. Но пока, возможно, мы продолжаем любоваться этой красотой, просто вот, просто нереальные, просто нереальные краски, посмотрите, какой красный. Это я снимала до этого, у нас такая есть, такой лесопосадки в городе, типа парка, а это уже в городе, это уже недалеко от моего дома, и я не могла пройти мимо вот этих необыкновенной красоты красных, просто красных, как кровь, я не побоюсь этого слова, деревьев. Посмотрите, листья, лежащие на земле, которые упали с дерева, они как будто лампочки под ногами красные горят. Я хотела показать, он специально вернулась в это же место через несколько дней, и посмотрите, насколько больше стало листьев. То есть вот пару дней с ветром, и практически все листья с деревьев облетели, и на земле просто самый настоящий ковер. Вот по отношению к предыдущим кадрам, вы видите, насколько больше стало листьев на земле. Хотела вам показать немножко убранство к осеннему празднику Хэллоуин в нашем городе. Вот есть такая не очень страшная, есть очень страшная, есть необыкновенно страшная убранство, где люди выставляют, ну просто, знаете, я начинаю сомневаться в психическом здоровье этих людей. Я понимаю, что это, конечно, шутки, и все это делается для развлечения, но, тем не менее, вот вы видели, до этого были вполне такие нормальные, приемлемые украшения. Ну, дальше, в самом конце я вам покажу один том, который я не хотела его ставить в середине моего видео, потому что, чтобы вы не выключили и не разбежались от страха, а в самом конце я вам покажу, и вот там действительно какой-то просто фильм ужасов. Вот, но люди как бы, каждый делает то, что хочет, и поскольку это никому не мешает, то на здоровье, что называется. Вот еще показываю немножечко наших улиц в моем городе, насколько красиво все и какие красивые краски. Посмотрите вот на это дерево. Я хотела вам его заснять, но просто, знаете, если те были такие кроваво-красные, а это, ну, просто цвет огня, потому что разные оттенки, красный, оранжевый, желтый, они все переливаются, они все смешаны, и выглядит это как будто бы вот огонь в печке. Необыкновенной красоты. Я вообще не видела такой красоты. Я вообще хочу сказать, что, посмотрите, как красиво, что в этом году осень намного более красочная, чем предыдущие годы, на мой взгляд. Или у нас появилось время обратить на это внимание, или действительно с природой что-то происходит странное. Вот это дерево тоже очень необычное. Оно как-то покраснело с одной стороны, а с другой стороны оно осталось зеленым. Ну, это, конечно, вопрос времени, но тем не менее. Вот тоже немножко украшений к Хэллоуину или к осенних украшений, но здесь больше хэллоуинские. Видите, там какие-то могилки, немножко такие страшилки. Очень-очень много тыкв. Это такой типичный атрибут украшения домов осенью в Канаде. Посмотрите, какая огромная тыква. Я всегда, когда слушала сказку про Золушку, как там тыква превращалась в карету, всегда думала, боже мой, какая же должна быть тыква, чтобы превратить ее в карету. Ну, вот такая вот вполне можно. Вот, кстати, группа товарищей, таких немножко страшных, которые тоже поставили у входа, но это еще не самое страшное. И вот такое вот классическое украшение осенние домов в Канаде. Оранжево-черный цвет. Это цвет осени, цвет Хэллоуина. Ну, вот эти вот вполне такие вменяемые, вполне симпатичные. Вот здесь тоже. Миночки на дверях, осенние цветы, тема урожая, тема тыкв. В общем, достаточно принято и распространено. Вот так вот украшать дома осенью в нашем городе, в нашей стране. Вот немножко еще улицу вам покажу, как красиво, какие яркие цвета. А это я вернулась в то же самое место. Вот это вот у нас... Снимала я с моста. Вот это у нас хайвей, по городу проходит дорога. И с двух сторон лес. С одной стороны просто лес, а с другой стороны вот это вот поле для гольфа. Огромный гольф-клаб, который в Оквиле находится. В моем городе он один из самых больших и известных в Канаде. И когда-то там проводились мировые чемпионаты по гольфу. И, в общем, в июле месяце, на две недели, наш город превращался в мировую столицу гольфа. Съезжались там люди, зрители, спортсмены. В общем, было очень много шума и гамма вокруг этого. Но потом возникли какие-то трения у хозяина гольфового поля с нашими городскими властями. В общем, что-то там произошло. Короче, турниры сейчас не проводят у нас эти мировые чемпионаты. Но поле осталось, и люди продолжают играть. Те, кто занимается гольфом, это очень, кстати, популярный спорт в Канаде среди очень многих людей. Требует, конечно, денег и времени, но, тем не менее, очень много людей, которые играют в гольф, занимаются гольфом. Дети, взрослые. Ну, посмотрите, какая красота. Вот это поле для гольфа и вокруг него лес. В общем, поле для гольфа было построено в лесу в свое время. Когда-то они расчистили это пространство. В общем, сделали эти дорожки, пруды вот эти искусственные. Ну, получилось довольно красиво. В общем-то, всем приятно, всем хорошо. Ну, а сейчас, внимание, фильм ужасов. Нервных прошу удалиться и заберите детей от экранов. Я совершенно на полном серьезе. Вот такой дом. Находится они не очень далеко от моего дома. Приходят к нему люди, фотографируют очень многие. В общем, каждый год они устраивают вот этот карнавал. Возле своего дома выставляют вот эти ужасные страшилы. Все это, конечно, необыкновенно страшно. И на самом деле я как бы понимаю, что люди просто шутят. Посмотрите, ужас просто, действительно ужас какой-то. Даже неприятно как-то на это все смотреть. Я понимаю, что люди шутят. Люди очень увлечены, наверное, какими-то ужасами. Но тем не менее, я действительно, вот смотря на это, думаю, как бы все ли с ними в порядке. Ну, кроме вот таких вот хэллоуинских ужасов, эти люди довольно дружелюбные, приятные. Никаких, так сказать, признаков душевных болезней не выказывают. Внешних явных признаков, кроме вот этого вот безобразия. Но как бы это законом не запрещено. Поэтому многие находят, что это смешно и прикольно. Я не считаю, что это смешно и прикольно. Потому что во всех шутках, в каждой шутке есть как бы предел того, насколько можно шутить. И насколько, ну, как бы это вменяемая шутка. Не знаю, мне это не очень нравится. Но хотела вот вам показать, чтобы вы поняли и получили представление. Очень давно пытаюсь рассказать вам о том, какие еще у нас есть дома. Вот я наснимала очень много красивых домов у нас в нашем городе. Но никак у меня не доходят руки. Я снова хочу вынести это видео, сделать отдельное видео. Показать вам внутри, может быть, фотографии домов, которые есть на веб-сайте. Которые на продаже, чтобы вы поняли, какие у нас цены. Вот сделаю такое небольшое видео про недвижимость в Канаде, если вам интересно. Так что, наверное, в следующий раз. И на сегодня все. Желаю вам теплой, прекрасной осени. Люблю, целую. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Пока, пока, бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова